В Озбестовском городском суде рассматривалось дело в отношении гражданок Республики Нигерия. Обе девушки находились на территории России с просроченными визами, что является административным правонарушением. 1 февраля 2017 года сотрудниками полиции установлено, что две гражданки Нигерии 1993 года рождения допустили нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. А именно, с 15 января 2017 года находятся без документов, подтверждающих право пребывания в Российской Федерации, то есть виза либо миграционная карта. Девушки находятся на территории России уже более двух лет. По словам одной из задержанных, она приехала в Москву учиться в институте. Проучившись год, перебралась в Екатеринбург, где и встретила подругу. Поселиться в Озбесте им посоветовала наша соотечественница, поскольку здесь дешевле обходится аренда жилья. Они привлечены к административной ответственности за нахождение на территории Российской Федерации без регистрации. Также привлечена гражданка, которая разместила для проживания вот этих гражданок. Но какой-либо, как мягче сказать, противоправной деятельностью они не занимались. В Озбесте девушки пробыли две недели, жили, по их словам, на деньги родителей и на данный момент не имеют средств на то, чтобы самостоятельно покинуть страну. В суде задержанные сообщили, что не знали о том, что срок выданной визы истек, и они нарушают российское законодательство, и выразили желание вернуться на родину. То есть они не предприняли надлежащих действий по выезду за пределы Российской Федерации или легальному продлению своего дальнейшего пребывания на территории Российской Федерации. При определении административного наказания судом были приняты во внимание актуально совершенного правонарушения, характер совершенного правонарушения, личность правонарушителей, которых близких родственников на территории Российской Федерации и иждивенцев не имеют. Административная ответственность за нарушение иностранным гражданинам режима пребывания Российской Федерации предусмотрена в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей и выдворения за пределы страны или без такового. Водворение может быть как принудительным, так и контролируемым самостоятельным выездом иностранных граждан или лиц без гражданства из Российской Федерации. Подвернуть административному наказанию в виде административного выдвижения штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. До отъезда девушки будут находиться в Центре временного пребывания иностранных граждан в Екатеринбурге. Им также разрешили под надзором судебных приставов заехать на съемную квартиру, чтобы забрать свои вещи. Вернуться на родину девушки надеются вместе, но это маловероятно, поскольку лишь одна из них имеет при себе паспорт, а на процедуру установления личности могут уйти месяцы. Татьяна Мильникова, Владимир Денисов, Новости АТВ.